В общем, что бы там ни говорили, какой обуви только сейчас не рекламируют. А для меня Соломон, именно трекинговые ботинки, которые у меня есть, они для меня наибомбические. Просто это самая офигенная обувь, которую пока я встречал. Сейчас у нас где-то минус 3, минус 2 температура. Зима, да, на самом деле, шная. Мне в них прекрасно перемещаться, ходить на марши, куда-то по лесу, в городе, вообще здорово. Если сугробы высокие, чтобы не набился снег, не нападал, дополнительно еще гамаши надеваются, и вообще прекрасно. Единственный момент, что сейчас при нынешней температуре, при нынешних погодных условиях, это достаточно комфортно, но если долго где-то стоять в статике или спать, в них будет холодно. Я бы не стал просто в них одних, на ноге, даже с теплым носком, ложиться, укладываться куда-то спать. Здесь придется импровизировать что-то, значит, какие-то бахилы, как-то утеблять, во что-то заворачивать. Что-то, в общем, необходимо все равно придумать для того, чтобы долго находиться в статике. Кровь, она не циркулирует так уже активно. И ноги начинают, естественно, промерзать и чувствовать холод. Это вполне нормально, потому что ботинки не для таких температур. Хотя в них я заходил на Эльбрус уже на высоту. Приют 11 это 4100 на Дурнем море. В этих ботинках я уже на ледник заходил, шли по снегу, все прекрасно, в движении. Как альтернатива, опять же, ботинки, которые для рыбаков, вот эти все, их позиционируют рыбацкие. Эво недорогие, можно прям вообще дешманские найти там за рубль с небольшим по нынешним ценам. Либо сапоги резиновые, те же самые с Эво, с теплым зимним чулком. Вообще отличный вариант и в статике, и спать можно в них. Я спал. Единственный недостаток их, отличив от трекинговых ботинок или что-то в этом роде, то, что в них долго не находишь. То есть можно, наверное, в рамках одного дня в них куда-то долго пройти маршрут. Там, например, если рыбаков или охотников касается, до места рыбалки или охоты или какого-то действия и обратно нормально. Но много дней постоянно в таком ритме, это очень тяжело для ног. Через три дня, по крайней мере, у меня, к концу третьего дня, когда я снимал эту обувь, вот эти вот из Эво, у меня просто пальцы на ногах, я снимал обувь, у меня пальцы на ногах такие... Прям вообще кайфовал я, когда они распрямлялись, потому что нога там не фиксируется, они не фиксируют ногу, хоть в них и тепло, и комфортно, но длительное нахождение в рамках нескольких дней, постоянное перемещение, постоянные какие-то марши, переходы... Это, в общем, сказывается на том, что нога не фиксирована и постоянно уходит, упирается вперед. Вот для этого, в частности, нужно, опять же, ухаживать за своими ногами и стричь ногти, чтобы они не проткнули эти легко протыкаемые ботинки из Эво. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать еще раз, очередной раз подчеркнуть по обуви. Выбор за каждым остается из личных, собственных, индивидуальных предпочтений и физиологических особенностей организма, но у меня вот это в таком формате.